Все собранную в рамках проводимых рейдов информацию члены рабочей группы передают в полицию и Роспотребнадзор. Именно они уже инициируют судебное разбирательство по фактам выявленных правонарушений. Основанием для привлечения граждан к ответственности за нарушение требований режима повышенной готовности могут стать две статьи Кодекса административных правонарушений России. Это статья 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», а также статья 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Однако юрбичане предпочитают о них не вспоминать, а поводы для нарушений находят самые разные. Например, желание попить пиво. И все остальные протоколы, которые я видела, там тоже надоело сидеть дома, заходил подышать воздухом. Двое молодых людей приехали из горок в магазин «Светофор». Мы понимаем, где у нас магазин «Светофор» находится, понимаем, где бульвар «Победы». А они потом решили попить пиво на бульваре «Победы». Где магазин «Светофор», где бульвар «Победы». Купили продукты питания, садитесь, пожалуйста, поезжайте в горки. Никто ведь не против, да? А нечего гулять по городу. То есть идет вот бесцельное вот это вот брожение, шатание по городу. Вот только существенным оправданием при рассмотрении дела в суде подобный мотив вряд ли будет признан. Я считаю, этого делать нельзя. Ну, в конце концов, мы же видим, какие у нас последствия. Отменен парад, отменен нашествие бессмертного полка. Все работают в высеченном режиме. И вот именно в режиме этой повышенной готовности. А некоторые они не считают нужным с этим мириться. Другое дело, если гражданин или предприниматель готов к сотрудничеству. В такой ситуации, а подобное дело в суде уже рассматривалось, и наказание будет минимальным. Мы же не будем губить бизнес. Ну, пожалуйста, человек все воспринял, сделал окно выдачи. Продукты могут выдаваться через окно выдачи без посещения торгового зала. Он же из зала обслуживания у них считается. То есть один протокол, он существует. То есть одно постановление, оно существует. К настоящему моменту судом уже рассмотрено около 10 дел о нарушении режима самоизоляции. Самое большое наказание – штраф в сумме 15 тысяч рублей – получил мужчина, сбежавший из больницы. При этом важно отметить, судьи продолжают работать и готовы рассматривать любые дела, требующие незамедлительного решения. Пользуясь случаями, я хотела бы обратиться к участникам, которые в настоящее время имеются, участникам судопроизводства и которые будут. Гражданское административное судопроизводство не запрещает возможность рассмотрения дел без участия сторон, если их явка не является обязательной. Все судьи понимают о том, что люди обращаются к нам, когда это уже крайняя ситуация, другого нельзя. И мы совершенно не за то, что, то есть никто из судей не расценивает этот карантин, как выходной день, либо праздничный день. Для нас это дни повышенной готовности. И мы можем рассмотреть дела, если есть заявления от всех участвующих в деле лиц. Гражданские, административные можем, когда их явка лиц не признается обязательной. Поэтому хотелось, чтобы эту информацию все услышали. Эта информация есть на сайте суда. И мы нисколько не собираемся прикрываться вот этими карантинными мероприятиями для того, чтобы волокить эти дела. Мы наоборот настроены для того, чтобы их рассмотреть.